Подвиги Геракла. Четвёртый подвиг. Киренейская лань. Эврисфей знал, что в Аркадии живёт чудесная Киренейская лань, посланная богиней Артемидой в наказание людям. Лань эта опустошала поля. Эврисфей послал Геракла поймать её и велел ему живой доставить лань в Микены. Эта лань была необычайно красива. Рога у неё были золотые, а ноги медные. Подобно ветру, носилась она по горам и долинам Аркадии, не зная никогда усталости. Целый год преследовал Геракл Киренейскую лань. Она неслась через горы, через равнины, прыгала через пропасти, переплывала реки. Всё дальше и дальше на север бежала лань. Не отставал от неё герой. Он преследовал её, не упуская из виду. Наконец Геракл достиг в погоне за падью Крайнего Севера страны Гиперборею и истоков Истра. Здесь лань остановилась. Герой хотел схватить её, но ускользнула она, и как стрела понеслась назад, на юг. Опять началась погоня. Гераклу удалось только в Аркадии настигнуть лань. Даже после столь долгой погони не потеряла она сил. Отчаявшись поймать лань, Геракл прибёг к своим незнающим промахострелам. Он ранил злоторогую лань стрелой в ногу, и только тогда удалось ему поймать её. Геракл взвалил чудесную лань на плечи и хотел уже нести её в Микены, как предстала перед ним разгневанная Артемида, и сказала. «Разве не знал ты, Геракл, что лань это моя? Зачем оскорбил ты меня, ранив мою любимую лань? Разве не знаешь, что не прощаю я обиды? Или ты думаешь, что ты могущественнее богов-олимпийцев?» С благоговением склонился Геракл перед прекрасной богиней и ответил. О, великая дочь Латоны! Не вини ты меня! Никогда не оскорблял я бессмертных богов, живущих на светлом Олимпе. Всегда чтил я небожителей богатыми жертвами и никогда не считал себя равным им. Хотя и сам я, сын громовержца Зевса, не по своей воле преследовал я твою лань, а по велению Эврисфея. Сами боги повелели мне служить ему, и не смею я ослушаться Эврисфея. Артемида простила Гераклу его вину. Великий сын громовержца Зевса принёс живой в Микены киренийскую лань и отдал её Эврисфею. Субтитры подогнал «Симон»!